Стойте, за вами следят. Зачастую горожане не помнят, что находится в зоне постоянного наблюдения. По Ленску то тут, то там выставлены камеры. В зону их охвата попадают многие центральные улицы города. Но о камерах вспоминают, когда случается ЧП, например, в случае вандализма или ДТП. Кому нужно видеонаблюдение и как оно работает, расскажет Олеся Васёва. Фонтан на площади уже пуст, не напакостишь. Зато летом он не раз превращался в пенную ванну. Хулиганы с завидным постоянством выливали в воду моющие средства. Наказать за проделки не получалось. Наружная камера на площади вышла из строящей зимой. Твори, что хочешь. А ведь в городе действует целая система видеонаблюдения. Действует, но несовершенно. Это связано с тем, что ряд камер принадлежали другому оператору. Не были приняты единые стандарты по видеонаблюдению, то есть это единое оборудование. И вот в результате этого у нас оказалось так, что в течение 2016 года определенное количество камер не работало. И в результате этого как раз те камеры там, где не работали, произошло несколько таких случаев, как можно знать, вандализм. Вандализм в Ленске – картина привычная. На сломанные лавочки и фонари на набережной внимания уже не обращают. Молча терпят. Но когда летом краской облили памятник первопроходцам Алмазного края, возмущения уже не было пределом. Тут не укладывается никакие мерки, никакие мерки не укладывается. Это то, что мы по телевизору смотрим, это нет. Но это компания, в которой, извините, больше 40 лет я проработала. Сделала добро, единственный красивый памятник. И как можно вот так? Это кто сделал? Тогда злоумышленников быстро поймали. На этом пятачке оказались сразу две камеры видеонаблюдения. Сегодня в городе установлено 16 камер видеонаблюдения. Хотя начинали всего с пяти. Единая диспетчерская служба каждый день следит с их помощью за жизнью города. Помогает оперативным службам. Если злоумышленник попадает в зону видимости, то рано или поздно его отследят. Действие камер, конечно, очень помогает нашим службам, таким как полиция, служба ГИБДД и другим службам, где нужно будет выявить какие-либо правонарушения, если они возникают в зоне действия этих камер. Также к нам обращаются по поводу поиска правонарушителей, если они в этой зоне были замечены, либо задействованы каким-то образом, проезжали мимо, в общем, обозначились. Также часто к нам обращаются по поводу угона автомобильных средств, по поводу хулиганских действий. Но самих камер, говорят, специалисты не хватает. Неохваченными остаются некоторые оживленные перекрестки и отдаленные микрорайоны. Но пока средств республиканского и муниципального бюджетов не хватает, чтобы программа «Безопасный город», куда должна входить система видеонаблюдения, заработала как надо. Остановит ли это вандалов неизвестно, но значительно повысит шансы на их поимку.